Среди отрицательных факторов является ситуация на автовазе, современная ситуация. В силу того, что автоваз включен в конкуренцию международного масштаба и это уже не предприятие, которое рассматривается на фоне российского автомобильного рынка, на фоне глобального автомобильного рынка, то, конечно, позиции здесь не самые лучшие. И это на фоне, на уровне общественного сознания воспринимается как некоторый негатив. Качество продукции автоваза еще недавно было предметом шуток и любую юмористическую передачу, даже наугад можно было открыть. И там повсюду шли шутки, связанные с плохим качеством автомобилей. То есть это, может быть, выглядело забавно для кого-то. Для Тольятти это представляло большой минус, потому что большинство людей, работавших на автовазе, воспринимали это как своего рода такой негатив. И, может быть, вы встречали в сети интернет, там было открытое письмо одного из работников автоваза. Он обращался к самым высшим структурам с тем, чтобы прекратили в буквальном смысле травлю продукции автоваза, что это вредит национальным интересам. Ну и в последние годы ажиотаж в связи с критикой паутих и даже стали появляться положительные материалы, причем такие достаточно серьезные, которые показывают то, что продукция не хуже, чем продукция других автомобильных предприятий. Однако вот эта волна такого относительного позитива, которая в последнее время идет, она не затрагивает имидж города. А на фоне критики автоваза шла параллельно тоже критика Тольятти. Продолжение следует.